В эпоху первой PlayStation новые 3D файтинги выходили чуть ли не раз в месяц. Большинство из них были мягко говоря посредственными, однако каждый мог выбрать себе драку по душе. Тогда же зародились три серии, единственные дожившие до наших дней. Это Dead or Alive, Soul Blade и конечно же Tekken. Virtua Fighter я в расчет не беру, так как последняя на данный момент пятая часть вышла более 10 лет назад и будущее этого файтинга туманно. Сегодня на канале Твинтаж я, Эмрум, познакомлю вас с уже седьмой частью турнира Железного Кулака, добравшейся до домашних консолей на прошлой неделе. В японских аркадах Tekken 7 дебютировал в марте 2015 года. Дополненная версия Fated Retribution появилась в 2016, и именно ее создатели выбрали для релиза на домашних системах. Ранее с шестой частью поступили так же, тогда как пятую выпустили в первозданном виде на PS2, а вариант Dark Resurrection достался PSP и PS3. С одной стороны хорошо, что мы получили самую полную версию, с другой очень уж долго нам пришлось ее ждать. В конце концов современные игры постоянно апдейтятся, и доводить до ума уже выпущенные продукты – дело привычное. В любом случае я рад, что Tekken 7 не повторил судьбу пятого стритфайтера, выпущенного совсем сырым. Кстати, у нынешнего поколения игр есть еще ряд недостатков, на которые я готов указывать в каждом обзоре. К тому, что в коробочке не кладут буклеты, я привык уже давно, но это не перестает быть недостатком. В эпоху PS1 и PS2 ярые приверженцы пиратской продукции часто говорили, ну купили вы лицензионный диск, и что вы получите такого, чего не было бы на левом? Буклетик? Теперь игроков лишили даже этого аргумента. Спасибо, хоть три наклеечки положили. Следующая моя придирка – к необходимости качать патчи в первый же день и устанавливать игру на жесткий диск. Ситуация «купил Tekken, вставил в приставку и начал играть» осталась в далеком прошлом. В седьмой части нужно минимум 50 гигов, а это в условиях постоянной нехватки места немало. К тому же, пока была полностью игра не установлена, большинство опций начального меню закрыты. Но вот диск куплен, патч скачен, все установлено, можно играть. Что же первым бросается в глаза? Для начала – малое количество режимов игры. Но это тоже неудивительно для современных файтингов. Первым моим шагом был, конечно же, аркейд-мод. Слава богу, его не выбросили. Кстати, тут же замечаешь, просто невероятно долгие загрузки перед каждым боем, несмотря на то, что игра уже установлена на жестком диске. Этот режим заметно сократили. В шестой части аркада состояла из стандартных девяти поединков, в седьмой их только пять. Три обычных боя, предбосс Хихачи и последний главарь, погибшая жена Хихачи – Казуми или стритфайтеровский Акума. И, конечно же, нет никакой заставки, что мне категорически не понравилось. Теккен долгое время оставался последним бастионом, сохранявшим красивые отрендеренные конечные ролики для каждого персонажа. Впрочем, в шестой части они были запрятаны в режим арены, который скрывался внутри битамапа. В нем было всего четыре боя, кстати. Что ж, в поисках заставок я продолжал изучать новые названия в меню. Сначала я подумал, что Treasure Mode – это такая битва за золото из шестой части, в которой из рогов с каждым ударом высыпались денежки. На деле же это оказался мой любимый Ghost Mode. Разработчики собрали призраки лучших мировых игроков в Теккен и предложили нам сразиться с ними, постепенно повышая свой ранг. Это очень интересно, особенно за персонажей, которыми лучше всего играешь. Я всегда прокачиваю Аску до максимального уровня, а остальных – до первого именного ранга, следующего за четвертым данным. Кстати, в шестой части в офлайне позволяли максимально достичь лишь первого дана. В седьмой же онлайн и офлайн ранги – это два разных показателя. Кстати, теперь качаться стало чуть проще. Новые данны завоевываешь быстрее, правда каждый бой идет до двух побед. К тому же разработчики решили несколько разнообразить режим, добавив поединки с усиленными противниками, семьями Шима плюс боссы, и всяческие модификаторы, как то увеличение скорости, наносимого урона или необходимость проводить удары по оппоненту исключительно в воздухе. Кстати, почему данный режим называется Treasure Mode? Дело в том, что после победы игрок теперь получает один или несколько сундуков, в которых могут находиться деньги или вещи для кастомизации. Они бывают пяти видов – деревянные, железные, красные, золотые и радужные. Чем реже тип сундука, тем более ценная вещь в нем находится. А так как огромная доля всех предметов одежды открываются исключительно в данном режиме, то придется играть в него снова и снова. И нет гарантии, что вам попадется приглянувшаяся вещь в обозримом будущем. Но жаль, ведь создание своего облика для персонажа для меня ничуть не менее увлекательно, чем, собственно, файтинг. В Tekken Tag Tournament 2 были огромные возможности по кастомизации. До седьмой же части добрались лишь огрызки. Раньше прическа состояла из трех-пяти элементов, сейчас из одного. Нам даже не дают выбрать длинные волосы. Куда-то исчезли стикеры. Из одежды, помимо новых костюмов, оставили все те же пиджаки, футболки, платья, нисколько не изменив их по сравнению с предыдущими частями. Ну, по крайней мере, нам позволяют менять их цвет. Ну и, конечно, нам предлагают десятки бесполезных и дурацких аксессуаров. Цены же на те вещи, что продаются в местном магазине, а не открываются в Treasure Mode, варьируются от нескольких тысяч до миллиона кредитов. Но в целом, они не кусаются. К огромному моему счастью, из ТТТ-2 была перенесена система, в которой каждому персонажу, помимо дефолтных костюмов, дают целых 10 слотов для кастомных. Да, мне иногда и этого мало, но это самый дружелюбный к игроку вариант. Ну и традиционно нельзя создать нового персонажа, как в Soul Calibur. А жаль. Кстати, потратить деньги можно и на приятные бонусы, типа официального арта. К тому же, вам дают открыть картинки и видео из всех предыдущих частей. Ах, сколько мгновений ностальгии мне подарили заставки первого, второго и третьего текенов. Теперь перейдем к режиму стори, без которого уже просто невозможно представить себе любой современный файтинг. Разработчики насклятвенно заверяли, что ничего подобного игроки еще не видели, и это завершение истории клана Мишима. Лично я считаю, что ее стоило завершить еще в пятой части, но да лучше поздно, чем никогда. Так вот, все начинается с победы Джина над Азазелем в шестом турнире. Джин теряет сознание, и корпорацию Мишима Дзайбатсу захватывает Хейхачи. И весь сюжет построен на противостоянии Хейхачи с Кадзуей, когда то одна сторона получает одобрение масс, то другая. Периодически случаются флешбеки, сопровождаемые фрагментами заставок из предыдущих частей. И не только, нам даже дадут поиграть за маленького Кадзую. В начале каждой главы повествование ведется от лица некого полицейского, посвятившего себя поиску истинной Ахейхачи Кадзуе и Джине. Эти сцены сопровождаются живыми комиксами. Затем в действие вступает фулл моушн видео среднего качества, периодически прерываемое на поединке как с одиночными противниками, так и с целыми толпами рядовых врагов, типа джеков. Ну что сказать, история практически не захватывает. Пресыщение от конфликта отцов и детей клана Мишима наступило уже очень давно. И попытки найти новый исток этого противостояния в лице Казуми, жены Хейхачи и матери Казуи, которая привнесла тот самый дьявольский ген, кажется не очень логичной. Взять хотя бы того же Джинпачи, отца Хейхачи, он-то с чего мутировал. Включение в историю Акумы явно выполнено для галочки. И без него вполне можно было бы обойтись. И всю историю ты ждешь, как же наконец разрешится конфликт клана Мишима. Но концовка оказывается открытой и это дико раздражает. Война Мишима Дзайбатсу и G-Корпорейшн продолжается. И что? Почему это последняя глава? Слишком уж явно нам Кабандаи не хотят резать курицу, несущую золотые яйца. Впрочем, золотые ли? Ведь выпуск файтингов давно стал крайне рискованным предприятием. Сверхприбыли издателям они не несут. Если конечно у вас есть совесть и вы не тек Макуэй, которая выпускает для Детера Лайф раз в несколько недель комплекты костюмов по полторы тысячи рублей в течение вот уже лет пяти-шести и не собирается останавливаться. Для Теккен 7 было официально объявлено, что в течение года будет выпущено всего два набора одежды и два гостевых персонажа. Кстати, когда вы проходите режим истории, в ней постепенно открываются мини-главы для второстепенных персонажей. Именно здесь и спрятались те самые конечные заставки. Каждая глава состоит всего из одного боя, перед которым показывается предыстория выбранного вами персонажа в виде текста, а после сражения мувик. Все ролики не оригинальны, они являются продолжением поединка и вам показывают, как данная пара героев общается друг с другом. В общем, ничего так басню, то бишь, Arcade Mode сократили. Настало время наконец поговорить о персонажах и, пожалуй, к ростеру у меня нет ни одной существенной претензии. По сути, убрали всех дублирующих друг друга бойцов, кроме Кумы и Панды, разумеется. Так, нет Макуджина, Анны, Ванга, Джулии, Лея, Ганрю, Армаркинга и некоторых других ветеранов. Лично мне жаль, что отсутствуют Джуны Куни Митсу, но ведь их стили похожи на Аску и Иши Митсу, так что все в порядке. Зато есть около 10 новых героев. Мастер Рэйвен, просто женская версия Рэйвена. Шахин, некий араб, про которого мало что известно. Стиль его похож на Леона из Детара Лайф. Джози, вечно плачущая кикбоксерша с манерой боя Брюса. Катарина, фигуристая бразильянка со стилем Сават. Она как-то сюжетно связана с Гигасом, новым биологическим оружием G-Corp, похожим на смесь Огра и Мордука. Лаки Клои, няшка-поп-идол из Японии, по стилю напоминающая Сяою, Лили и Джулию. Клаудио, пожалуй, самый интересный по манере ведения боя новичок, итальянец, изгоняющий демонов. Казуми сочетает приемы клана Мишима со своим собственным стилем семьи Хачи Джо. В качестве последнего босса она также имеет гораздо более сложную дьявольскую форму. А Кума, гость из Стритфайтера, сохранил Хадокины и Шарюкины, и даже Экс-линейку. Он во вселенной Теккена смотрится несколько дико, и по моему мнению читерски. Также в магазине ДНС за предзаказ еще обещали вампиршую Ализу, дебютировавшую в игре Теккен Революшн. Но мне ее не дали, негодяи. В общем, целых 36 персонажей. Можно выбрать себе героя по душе из старичков или новичков и идти биться. Ведь слава богу, геймплей на Теккен 7 с предыдущих частей не изменился. Зачем трогать работающую систему, верно? Ну, только отчасти. Даже мне хочется чего-то нового. Хотя бы движка. А то у этого и графика сильно устарела. На мой взгляд, внешнее исполнение самое слабое место Теккен 7. Зато музыка по традиции самая сильная. Да и модели персонажей не поражают воображение. Так, после поражения, они по-прежнему корчатся от приступов ревматизма. Это дико смотрелось 12 лет назад в пятой части. Также это раздражает и сейчас. Единственное бросающееся в глаза нововведение, это суперудар, что-то типа X-Ray из Mortal Kombat. Когда линейка здоровья начинает мигать красным, игрок может провести убер-атаку, нажав на R1. Она снимает от четверти до половины здоровья у противника и как-то не очень уместно смотрится в Теккене. Весь баланс боя, к которому привыкли ветераны серии, от этого нарушается. Зато у новичков появляется шанс победить даже сильных оппонентов. Вообще, очень легко выйти поиграть в онлайн или пригласить старого друга, с которым вырезались в Теккен еще на первой соньке. Порог вхождения в новый турнир Железного Кулака минимальный. Ведь серия, каждая часть которой когда-то была революционной, посмотрите на первые пять игр, уже давно перестала эволюционировать. Слишком уж велик риск не показать хорошие продажи. Отчего пострадал Суэлл Калибур? Очень сложно нынче выживать файтингом, даже таким великим как Теккен. А как бы было хорошо, если б новые 3д драки продолжали выходить хотя бы пару раз в год. Тогда бы и Кацухира Харади с товарищами пришлось бы не стоять на месте, а участвовать в конкурентной борьбе. И каждый геймер мог бы выбрать себе файтинг по душе, а не довольствоваться одной игрой в несколько лет. В общем Теккен 7 это конечно хорошо, четверки с минусом он заслуживает, но стоит ли он 4000 рублей, это каждый решает сам. С вами был Эмрум, увидимся на канале Атвинтаж.